Так, господа, начинаем наш ежедневный обзор курса доллар-рубля. Из чего бы мне, господа, хотелось начать? Ну, я вам говорил про то, что с большой вероятностью на этой неделе как минимум вторая половина пойдет на укрепление рубля. Так как мы все-таки говорили о том, что ждем уплаты пика НДПИ. С другой стороны, я считаю, что сегодня, наверное, мы уже достигли, как говорится, кульминации. То есть, посмотрите, если мы посмотрим по официальному курсу, у нас картина по юаню с пробоем 11.60. Видите, насколько резко мы укрепились с пробоем 11.60. Но мы не достигли зону, куда мы ходили в прошлый раз 11.20, 11.40. И на этом как бы укрепление остановилось. Более того, смотрите, если мы посмотрим по доллар-рублю, я вам говорил, 86 уровень мы не считаем. 86 уровень это для нас чисто исключительно рассажирение спреда при условиях официального и неофициального курса. А главное это 84.82. И вот смотрите, мы сегодня по официальному курсу не достигли даже 84.30. Вот этот уровень не был пока, в принципе, даже преодолен. Мы остановились в районе 85, но пробили, соответственно, 87.50. Что говорит о возможном продолжении, скажем так, краткосрочном периоде укрепления. Но, как я уже сказал, это все равно не говорит о том, что мы пойдем дальше укрепляться и, соответственно, пробьем там 82 и пойдем на 72.74. Хотя, господа, сегодня вышла очень важная информация, очень. Сейчас я попозже вам покажу, когда будем делать прогноз. Которая говорит о том, что как минимум, как я и говорил, да, курс не будет уходить за 90. То есть большой вероятностью будет давление сверху, сильного ослабления ждать не приходится. Ну и укрепление, скорее всего, будет умеренным. Об этом мы с вами поговорим сейчас позже. А для этого, соответственно, давайте быстро пробежим по нашему календарю. И смотрите, еще один момент покажу перед этим, тоже красноречиво. Смотрите, помните, я вам говорил, что действие доллара сейчас, как я считаю, индекса доллара, да, оно возрастает, воздействие самого индекса доллара на определение курса рубля. И я вам говорил, что сейчас вот если динамика по доллару будет, допустим, вниз, то рубль будет укрепляться. Вот она сегодня, в принципе, несколько была вниз, да, то есть мы выходили до 106, ну вот мы видим, вот конкретно динамика была в начале, со вчерашнего дня у нас индекс доллара был в районе 106, там, 20 почти, да. Потом с утра он немножко, как бы даже, ну, после небольшой коррекции опять поднялся на эти же значения. И вот тут, смотрите, тут же идет резкое ослабление по индексу доллара, и видите, что происходит с юанем? Это вот вечный фьючерс, да, смотрите, что сразу, прям рисунок, видите, идентичный, абсолютно. Как только индекс доллара пошел на ослабление, сразу мы пошли на укрепление, что и требовалось доказать. О чем я вам говорил, что здесь с большой вероятностью завязаны еще ситуации непосредственно поведения самого индекса доллара. И здесь мы видим абсолютно зеркальный график, который четко показывает, что все эти колебания, вот смотрите, доллар потом пошел на небольшое укрепление, вот мы здесь приостановились сразу по укреплению, и, собственно говоря, начали потихонечку, рубль начал слабеть, да, вот к этой зоне. Потом началось опять небольшое ослабление, так сказать, доллара, мы продолжали еще немного-немного, как говорится, ослабевать, да. Как только доллар пошел еще больше вниз, ну вот в этом диапазоне мы стабилизировались. То есть, в принципе, как я уже говорил, тут наверняка, конечно, со стороны ЦБ какая-то часть, скажем так, операции, интервенции проводится. Но в целом, как я и сказал раньше, что все-таки рост или падение индекса доллара все-таки начинает отражаться на динамике непосредственно с курсом доллара-рубля, да. Ну, то есть, через юань, соответственно, курс доллара-рубля. Вот это важные моменты, которые мы, как говорится, с вами обсуждали до этого, и я вам говорил, что на это надо будет обращать внимание. И вот мы получили эти подтверждения. Ну, а теперь давайте, собственно говоря, то есть, к чему я веду, что если бы сегодня индекс доллара пошел бы вверх, не факт, что мы бы настолько окрепли, да. То есть, тут надо понимать, если мы предполагаем дальнейшее укрепление индекса доллара, да, то, соответственно, с большой вероятностью ослабление рубля будет сдержано, и укрепление рубля тоже будет сдержано. Укрепление рубля почему будет сдержано? Потому что как раз будет расти индекс доллара. А почему будет сдержано ослабление рубля? Потому что будет действовать ЦБ и Минфина. И мы сейчас об этом с вами поговорим. Значит, смотрите, что мы сегодня ждали. Много, много сегодня было статистики, имело колоссальное она значение, но по факту, смотрите, сильно она никакого воздействия не оказала. Во-первых, я думаю, что просто впереди еще у нас дебаты Бидона и Трампа, которые, собственно говоря, все, конечно, ждут. Ну и плюс, скажем так, статистика оказалась неоднозначной. Я прям, господа, вам сразу не останавливаясь, прочитаю весь календарь, потому что у нас ждет пятница. Смотрите, здесь нам придется разбираться очень много, а видео я хочу сегодня сделать короче по одной простой причине, потому что считаю, что сегодня, соответственно, уже нам, как говорится, основаться больше не на чем. И единственное, что, конечно, дебаты Бидона и Трампа могут оказать воздействие на ситуацию с долларом и, соответственно, на реакцию курса валют России, как минимум, на следующий день, да. Но сразу напоминаю, 28-го пик НДПИ уже завтра. А, как правило, когда мы доходим до пика НДПИ, там уже, как правило, возможно, уже и никаких укреплений не происходит. То есть, там часто уже мы просто останавливаемся, потому что все до этого уже экспортеры все распродали, да. Но это мы сейчас поговорим с вами попозже. Значит, смотрите. Первое, что мы ждали. Выступление главы Банка Англии Белли. Ничего там особо интересного не было, но мы, как я уже сказал, пробежим весь сейчас календарь. Специальный саммит глав ЕС, заседание Еврогруппы, выступление члена ЕЦБ Элдерсона, общее число лиц, получающих пособие по безработице, имело большое значение. Базовые заказы на товары длительного пользования, большое значение. Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление, большое значение. Объем корпоративных прибыли, объем заказов на товары длительного пользования. ВВП США, дефлятор ВВП США, продажи в составе ВВП США, количество заказов на средства производства без учета обороны, авиации и так далее. Сальдо внешней торговли товарами США и число первичных заявок на получение пособий по безработице США, господа. Вот это была очень важная статистика. Международные резервы Центрального банка Российской Федерации, это, как вы помните, прежде всего наши ЗВРы растут, они или падают. На это, соответственно, можем делать предположение, будет ли, например, увеличиваться эмиссия рубля. То есть, можно, например, рубль в этой ситуации подпечатывать. Ну и, господа, смотрите, коротко и быстро. Вся американская статистика оказалась неоднозначной, но в целом ее можно охарактеризовать так. Экономика замедляется. Притом, число первичных заявок на получение пособий по безработице показало, на самом деле, небольшое сокращение. ВВП упал. То есть, там, в принципе, было абсолютно ожидаемо. Притом, по-моему, в рамках этого прогноза. То есть, они заранее закладывали, что у них все это будет плохо. То есть, они заранее знали. Ну или рисовали. Тут уже вопрос какой. Потому что тут, понятное дело, они пытаются оказать влияние в ситуацию на нефть. А это надо показывать рецессию, да? И смотрите. ВВП получилось с 3,4% то, что было в прошлый раз, да? Прогноз был на 1,3%, а он оказался на 1,4%. То есть, на 1,1% чуть лучше прогноза, но упал, считай, в половину. Число первичных заявок на получение пособий по безработице. Вот это имело большое значение. И она у нас показала, эта статистика, что число первичных заявок сокращается. О чем это говорит? Это говорит о том, что, ну потому что было, смотрите, 239. Вот тут один важный момент. Вопрос прогноза и факта. То есть, то, что она как бы снизилась, это факт, да? Прогноз был 236. А снизилась на 233. То есть, показалось, что рынок труда в этом плане сейчас еще держится. Вот базовый ценовой индекс расходов на личное потребление с 2%, прогнозировали 3,6%, ну 3,60%, а вырос на 3,70%. То есть, инфляция растет, что и требовалось доказать. Дефлятор, смотрите, ВВП, был 1,7%, ждали при прогнозе 3,1%, вот он на 3,1% и вырос. Объем заказов на товары длительного пользования сократились. С 0,2% думали на минус 0,5%, в итоге на плюс 0,1%. Базовый заказ на товар длительного пользования упало с 0,4% на минус 0,1%, прогнозировали 0,2%. Товарные запасы в ручной торговле без учета автомобилей на нулях, а было раньше в плюс. Сальдо внешней торговли товарами, ну тут вообще, тут получается место минус 99,41%. Думали, чуть-чуть даже лучше станет, станет 96, стало еще хуже, минус 100. Что и требовалось доказать, Америка чистой воды импортер. Никакая она не экспортер. И, понятному, естественно, выживание США зависит исключительно от крепости доллара. Все. Они сейчас создали большие проблемы Японии. Сегодня об этом очень много было разговоров о том, что иена находится под сильнейшим давлением доллара. И все это из-за ФРС, что и требовалось доказать, о чем я вам говорил. И что это, естественно, может привести в итоге к новым банкопадам и так далее. Поэтому они проводят там всякие вот эти стресс непосредственно банковской системе и так далее. Так, ну и, в принципе, вот единственное, что, смотрите, у нас еще было... Общее количество, где они безработные, я сейчас скажу. Объем общего количества. Так. Вот это важно, потому что там они показали наоборот слабость рынка труда. Вот, общее число лиц, получающих пособие по безработице, вот это было тоже важно. С 1,821 ждали на 1,820, то есть сократятся, да? Нет, выросло. На 1,839. То есть, какой мы делаем в итоге вывод из всего этого? Ну, что и требовалось доказать, американская экономика замедляется. По крайней мере, цифры даже, которые они рисуют, потому что, как бы, верить им мы, естественно, не можем. Но, в любом случае, это идет замедление. К чему это надо? Ну, прежде всего, конечно, к ситуации с ценой на нефть. Потому что, смотрите, нефть у нас стала пытаться выйти за 85. Вот она. Начало попытки выйти за 85. Как я уже говорил, хуситы, а они вчера продемонстрировали. Ну, помните, я вам говорил, кстати, господа, я вам говорил, что хуситы в ближайшее время могут обрести... Что? Правильно. Гиперзвуковые ракеты. Что, в принципе, и произошло. То есть, они вчера уже продемонстрировали первое видео, где они запускают гиперзвуковые ракеты. И, соответственно, даже, вот, видите, хуситы показали пуск гиперзвуковой ракеты по израильскому контейнеровозу. Сарах-5 поражен впервые примененным гиперзвуковым оружием Йеменского движения Ансар-Алах. Вот они показали эту ракету. Что и требовалось доказать. Я вам говорил, что этот процесс будет. И в ближайшее время мы это увидим. Вот, как я говорил, так оно и происходит. Поэтому, в этой ситуации с ценами на нефть... В Боливии, кстати, попытались американцы сделать переворот. Не получился. С большой вероятностью, я думаю, что там вполне могли быть те же ЧВК Вагнер. Об этом никто, естественно, не сообщит. Но уж очень быстро был, собственно говоря, остановлен переворот. Сейчас покажу. Тоже это важно на самом деле. Кстати, смотрите, Ливия разместила войска возле границы с Алжиром и выставила соседу ультиматум. Ливийцы призывают вернуть им спорные территории площадью 32 тысячи квадратных километров, расположенной на юго-востоке Алжира. Ну и, как я уже сказал, здесь, вот, кстати, смотрите, Россия для решения проблемы... Вот это тоже интересный на самом деле пост, тем более от официальных наших источников. Смотрите, Россия для решения проблемы с международными переводами в условиях санкций должна развивать любые, даже непопулярные способы расчетов. Иначе экспортно-ориентированную экономику РФ может ждать погибель, заявил в Центробанке Российской Федерации. То, что казалось нам вчерашним днем непопулярным, там, не знаю, свопы, в том числе центральных банков, какие-то клиринговые системы, использование крипты, все надо опробировать, все надо пробовать и как можно быстрее, сказал первый зампред Банка России Владимир Чистюхин, господа. То есть, как я и говорил, процессы для ухода от доллара будут только ускоряться и будут максимально, соответственно, сподвигать все те страны, которые, как говорится, находятся обязательно в сотрудничестве с Россией, с получением, как говорится, технологий там, как ресурсов там и так далее, да. И, естественно, не хотят попадать под вторичные санкции. Вот здесь точно мы получаем, соответственно, подтверждение, что нужно срочно быстро решать этот вопрос, о чем я вам, в принципе, каждый раз об этом говорил. Что это все должно как можно быстро ускориться, потому что ситуация с дальнейшим давлением, она будет только нарастать. ЕС разработал механизм разблокировки денежных переводов из России в Евросоюз, замороженных из-за участия в цепочке переводов банков, посредников или банков-отправителей, находящихся под санкциями. ЕС продолжает вот этот шабаш, собственно говоря, разрабатывать всевозможные новые санкционные пакеты. Там, ну как, формировать, скажем так, вот этот 14-й, туда теперь еще входят новые меры, которые позволят, типа, отнимать российские активы, которые находятся в Европе. Если Россия, например, будет блокировать европейские активы, которые находятся в России, да, тоже такой момент немаловажный. Ну и вот здесь я вам тоже прочитал, что, собственно, государство ЕС могут на условиях, которые сочтут целесообразными, снять блокировку завившего платежа, если операция была заморожена из-за наличия в цепочке посредников банка по санкциями. То есть вот такие тоже идут, собственно говоря, как говорится, новости. И вот, смотрите, попытка госпереворота в Боливии провалилась, задержано три генерала. В Боливии после попытки государственного переворота задержано три высокопоставленных военачальника, включая генерала Хуана Хосе Сунигу, генерал ВВС Марсела Хавьера Сигару и вице-адмирала Хуана Арнеса Сальвадора. Глава МВД Боливии Карлос Дель Кастильо сообщил, что все они доставлены в полицейский участок. Заместитель министра добавил, что при попытке переворота пострадали 9 человек. Прокуратура Боливии обвиняет генерала Сунигу в терроризме. Ну, все банально просто. Ротшильда Рокфельдерская отродья работает сейчас по всему миру. Как мы помним, после выступления на Питерском экономическом форуме, как раз там очень подробно президент рассказывал Боливии по поводу того, как у них хорошо развивается экономика, что они фактически создали такое экономическое чудо, что у них все хорошо. Ну и, конечно, роль Рокфельдерской отродья сразу туда влезла, особенно о том, когда он заявил о том, что он хочет присоединиться в БРИКС. Поэтому тут все стандартно, ничего не меняется. Естественно, эти твари будут лезть по всему миру и, как я уже говорил, создавать проблемы по всему миру. А вот смотрите по поводу доллара тоже, да. Это важный момент, потому что дальше мы с вами, соответственно, начнем разбираться. И про то, что я вам говорил, что американский рынок абсолютно пустышка. Он абсолютно раздут искусственно. И, кстати, обратите внимание, как я вас предупреждал, что они будут его тянуть до последнего. Смотрите, 5,450 как было, так и стоит. То есть экономическая ситуация ничего хорошего не предвещает. ВВП замедляется, все падает. По хрену. Это говорит только о том, что, соответственно, они теперь опять рассчитывают, что, возможно, ставку снизят. Ну, то есть полный бред. Полный бред. Затянули, естественно, искусственные интеллекты. Все, он больше выдохся. Надо опять придумывать новые, как говорится, драйверы. И в целом вот поэтому американский рынок здесь завис. Держит опять 5,450. Ну, я думаю, что все ждут еще дебатов, конечно. А что происходило на самом деле? Смотрите. Азиатские акции упали вместе с фьючерсами на фондовые индексы Европы и США. После того, как прогноз продаж Micron Technology, а это как раз Micron Technology, то самое, что связано тоже с искусственным интеллектом. Не оправдал самых высоких прогнозов, что нанесло учебно гигантским технологическим компаниям в конце торгов на Уолл-стрит. Все дело ФРС. Смотрите. Чем выше, тем дольше удержание процентных ставок на очень высоком уровне привлечения денег в США и сохранение сильного доллара. Вот этот процесс, про который я вам говорил. То есть они будут задирать доходность облигаций, например. Тем самым, соответственно, минимальные ставки заставлять везде делать по всему миру. А у себя держать высокие ставки. Тем самым, соответственно, привлекая, как мы понимаем, в госдолг, потому что доходность выше. И плюс, соответственно, да, укрепляет доллар. Абсолютно искусственно, ни на чем. Как вот просто чистая манихинация и манипуляция. Но вот проблемы они создают по всему миру. Потому что еще раз говорю, США, а именно конкретно Ротшильда-Рокфейеровская вот эта отродие со своей этой системы, это проблема всего мира, от которого всему миру надо избавляться. Иначе ничего другому, как говорится, как только кормить США, миру не будет оставаться. И вот смотрите, глава международного отдела фиксированного дохода над Альянс Секьюритис как раз заявил, что для Японии это проблема, сказал он. Ну и вполне понятно, почему проблема. Потому что, как я уже сказал, у Японии практически были минусовые ставки вначале, отрицательные. Потом они чуть-чуть подняли. А у США, соответственно, только высокие. И, естественно, это происходит в давлении сразу на японскую валюту. И если мы посмотрим, вот смотрите, сейчас я быстренько вам покажу, где это у нас тут, вот здесь. Ситуацию с золотом, кстати, обещал вам, что вернется на Д330. Получите и распишите. Все, как я вам и говорил. А теперь смотрите, японская иена. К доллару. Во! Вот что происходит. То есть она только все падает, 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 падает. И это говорит о том, что, как вы понимаете, да, в этой ситуации, безусловно, японцам становится крайне проблематично ее поддерживать. Они должны сжать свои ЗВР для того, чтобы, соответственно, продавать доллар. Ну, и это, соответственно, приводит к тем процессам, которые мы, как говорится, наблюдаем. То есть доллар, еще раз говорю, укрепляется против всех. Против всех. И, как я уже сказал, это, естественно, будет отражаться и на ситуацию непосредственно, соответственно, с российским рублем. Потому что дальнейшее укрепление доллара, а оно продолжится по одной простой причине. Потому что, еще раз, нефть у нас пробивает 85. Ровно то, о чем я вам говорил. Как только нефть пойдет пробивать 85, доллар начнет крепнуть. Все. Собственно говоря, все, как я говорил, так оно и получилось. Ну, и теперь смотрите. Как я уже сказал, с американской экономикой полный швах. Но они рассчитывают, что это при этой ситуации, значит, соответственно, ставку будут снижать. Насколько она в этот момент начнет быстро сокращаться, эта экономика, тут уже, как говорится, большой вопрос. Пока, я думаю, все равно повисла пауза. Вот смотрите, что у нас происходит сейчас с облигациями американскими. Так, это юань. Вот смотрите. Кстати, обратите внимание, юань офшорный тоже падает, естественно, к доллару, да? Что, безусловно, тоже укрепляет рубль, да? И теперь смотрите дальше. Американские облигации чуть-чуть начали покупаться, чуть-чуть. Но, еще раз говорю, их в принципе, их в принципе только разгоняет искусственно. Вот, кстати, когда вчера, по-моему, я кидал эту статистику, сейчас я вспомню, что на самом деле центробанки все больше и больше уходят из американской, собственно говоря, долговой бумаги. Их, конечно, покупают. Ну ладно, вот это мы пока оставим, потом я вам покажу. Их, конечно, покупают, но прежде всего те же самые американцы, тот же ФРС и так далее. В общем, смотрите. В общем, доходности, покупки чуть-чуть восстановились. И это, конечно, приводит к тому, что доходность немножко упала, да? Поэтому доллар-то, он немножко сейчас ослабленный. Но эта картина, соответственно, может поменяться и довольно быстро. И, соответственно, что мы ждем, господа, завтра? Завтра у нас пятница. И тут просто длиннющий же список, которым есть самые главные данные на этой неделе. Которые ждут просто как ворон крови. Значит, смотрите. Базовый индекс потребительских цен в Японии. Индекс потребительских цен в Японии. Это данные по инфляции. Нас она будет интересовать как раз к вопросу, а что же будет потом делать Центробанк Японии, который остался под диким давлением с помощью доллара, да? Соответственно, будут ли они повышать ставки? И, естественно, смогут они, как говорится, решать такие вопросы сейчас. Что будет с этой инфляцией? Будет ли она расти и, соответственно, потребует в том числе и за это повышение ставок? Или, наоборот, она будет там замедляться или находиться на тех же уровнях? Вот это тоже очень важный момент. Дальше. ВВП Британия. Саммит лидеров ЕС. ВВП Британия. Посмотрим просто, собственно говоря, что там с общей мировой экономикой. Саммит лидеров ЕС. Это очередной вот этот вот шабаш-ведьм. Заседание Еврокруппы очередной шабаш-ведьм. Там, в принципе, мы только можем слушать прежде всего о ситуации, связанной с невозможными санкциями и так далее. Дальше. Речь члена ФРС Баркина. Это, как мы понимаем, прежде всего фуфлыжник, ФРСник, который будет комментировать вот эти все данные, которые выходили у нас сегодня. Дальше. Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление год к году и базовый ценовой индекс расходов на личное потребление месяц к месяцу. Вот это, господа, самая будет важная абсолютно статистика. Туда же добавится ценовой индекс расходов на личное потребление год к году и ценовой индекс расходов на личное потребление месяц к месяцу. Это все данные по инфляции, на которые ориентируется ФРС Вот это будет колоссально иметь значение И вот на этом рынок может поехать вниз, если инфляция растет Это надо четко понимать, цены на нефть растут Цены на газ тоже опять восстанавливаются к максимальным значениям Поэтому вероятность того, что инфляция будет тоже расти Она естественно только ускоряется, что и требовалось доказать А я вам говорил, что со слабым долларом США не будет Они перестанут существовать, они просто не могут сейчас это всем реально заявить О том, что никогда у них уже не будет снижения ставки Так как в СВО они не победят, территории они новые не получат Ресурсы новые не получат, будут огребать по всему миру Поэтому у них в принципе вариантов нету Для того, чтобы эти бумажки каким-то образом обеспечить Вариант соответственно один Только давить на все остальные валюты Делать свой доллар только крепким И только по-другому никак По-другому никак Но вопрос, как только собственно говоря Например пройдет BRICS Мы видим, что вот эти разговоры о том, что надо уходить от доллара максимально быстро Только нарастают Поэтому времени у них остается не так много на самом деле А система естественно в ближайшее время какая-то будет принята И это в очередной раз ударит по доллару Особенно конечно самое главное это если все-таки саудиты реально на официальном уровне Не продлят это соглашение о продаже нефти только в долларах Но я так понимаю, что это можно сейчас сделать и по умолчанию Просто тупо не заявлять об этом Но уже вовсю продавать спокойно нефть Как говорится не в долларах и так далее Но привязка к доллару пока сырьевых товаров она присутствует Поэтому соответственно за счет укрепления доллара Пока доллар естественно может давить на сырье И создавать давление соответственно на все экономики Поэтому этот момент надо учитывать Но в целом процесс идет Как я уже предупреждал А так оно в принципе и происходит Поэтому данными за инфляцию безусловно мы смотрим внимательнейшим образом Это может резко укрепить доллар И это соответственно отразится на нашем курсе валюты Непосредственно рубля Потому что ну на юань естественно в начале А потом соответственно и на рубль Поэтому еще раз говорю О том что рубль с большой вероятностью перестанет дальше укрепляться Я уверен практически процентов на 90 То есть да у нас не будет сильного как говорится ослабления Почему? Потому что еще раз говорю ЦБ Минфин И я вам сейчас покажу Они в итоге уже скажем обозначили объемы продажи валюты И они увеличивают объемы продажи Это я вам тоже как говорится позже сейчас расскажу Поэтому естественно укрепление рубля Становится таким базовым сценарием Вместо ослабления Тем более как я уже говорил Ту же инфляцию сдерживать и так далее Через укрепленный курс Это вполне сейчас логично Ну в общем это к этому потом Теперь смотрите дальше Вот эти данные могут Как я уже сказал сильно повлиять на индекс доллара Что может даже при дополнительном укреплении рубля И его несколько ослаблять И соответственно удерживать в итоге в диапазоне Индекс личных потребительских расходов США Ну давайте так Базовый индекс расходов на личное потребление Это уже будет в Канаде Дальше А нет это в США Потом Канада ВВП Канады Индекс личных потребительских расходов в США Индекс деловой активности в Чикаго Тоже в США Ожидаемая инфляция от Меджиганского университета В США Индекс потребительских инфляционных ожиданий В США на 5 лет Вперед от Меджиганского университета В США Индекс ожиданий потребителей от Меджиганского университета В США Индекс настроения потребителей от Меджиганского университета В США Индекс текущих условий от Меджиганского университета В США Опять же сборище этих ФРСников Атлантов и GDP Now Отчет ФРС о денежно-кредитной политике Выступление членов ФРС Боумана и объем промышленного производства Российской Федерации Вот такая, господа Огромная портянка Всевозможных данных Которые прежде всего нас интересуют Данные по инфляции Ну и вот эти всякие там прогнозные данные В том числе по инфляцию, потреблению и так далее Тоже будут иметь значение Так что пятница, господа, для нас Просто имеет ключевое значение Тем более после того Когда вот эта вся статистика Повыходила за эту неделю И она пока не сформировала Такой окончательный тренд по индексу доллара Ну и теперь давайте переходить К прогнозу Естественно, господа, мы ждем Посмотрим, как будет проходить Дебаты абсолютно Как говорится Я даже не знаю, как сказать Пусторылого, наверное, тупорылого Байдена, которого, естественно Качают там наркотой Естественно, просто Гениального оратора Трампа И, соответственно, мы понимаем Кто с большой вероятностью должен выиграть Если это все не подтусует Но рынки за этим будут внимательно следить Букмекеры уже делают ставки и так далее Ну а теперь давайте быстренько перейдем К нашему прогнозу Смотрите Прежде чем мы к нему перейдем Прочитаю вот это вот непосредственно Как всегда в нашем Золотом телеграм-канале В котором у нас есть Самая главная всегда информация Мы читаем такой пост ЦБ РФ во втором полугодии Будет проводить операции с валютой С корректировкой На продажи Господа, очень важно В размере 8,4 миллиарда рублей в день Напоминаю, господа Вот тут, кстати, я вам покажу Профит я не помню По-моему, это сайт Который принадлежит Не безызвестному Кречету Если я не ошибаюсь, конечно Могу я ошибаться Но смотрите, господа К вопросу, как очень важно Правильно работать с информацией Смотрите Дело в том, что в нем В его посте Тут, да, которые Я смотрю, просто где подписчики выкидывали Там указано наоборот Сейчас, где оно тут выкладывали Один момент, господа Так, нет, не здесь Так, а где же он? Ну, в общем А, наверное Я понял Это вообще не здесь Это в другом В другом ресурсе Значит, смотрите Там выкладывали Непосредственно пост Кречетову Ну, не знаю Кречетову, не Кречетову По крайней мере Это непосредственно Вот, смотрите На профинансе Банк России сократит Регулярные продажи Валюты Во втором полугодии Но дело-то в том Что там написано Совсем другое Тут написано Что во втором полугодии С первого июля По декабрь Двадцать четвертого Года Банк России Будет ежедневно Продавать валюту Как раз на Восемь и один миллиарда В дополнение К регулярным Операциям Минфина Говорится в сообщении Но тут не сокращает Продажи Почему? Потому что Объясню Смотрите Дело в том Что здесь Восемь и четыре Миллиарда рублей А в предыдущий Период Восемь и один То есть Здесь продаж На самом деле Выросла на Три миллиарда Поэтому еще раз говорю Почему я и говорю Что здесь Вот этот базовый Сценарий На укрепление Рубля Да Со стороны ЦБ Минфина Оно увеличивается А вот как Будет в этот момент Собственно говоря Расти доллар Но я думаю Что они скорее Все это и закладывают Они понимают Что доллар будет дальше Укрепляться Поэтому наращивают Продажи Тем более смотрите Информация вышла Помните я вам говорил Я говорю Когда наступит Вот этот вот момент Когда будет ЦБ Минфин заявлять О том что они будут делать Там с бюджетным правилом После санкций И вот смотрите Обычно эта информация Выходила там в районе Третьего Пятого числа Нового Как говорится Месяца Да Когда заканчивался Во-первых действие Старой программы Выходили данные По валютным интервенциям Которые безусловно Мы господа ждем Вот они Смотрите Они получается Здесь вырастут Скорее всего То есть Последнее время Они только сокращались И вот оно было 71 миллиард всего лишь Да А здесь Большой вероятностью Может судя по всему Вырасти валютная интервенция И это говорит о том Что соответственно Давление на курс Да Он может возрасти Собственно говоря То о чем я вам Только что и читаю Да И теперь смотрите Банк России Банк России во втором полугодии 24 года С 1 июля По 28 декабря Будет осуществлять Покупку Или продажу То есть Операция будет идти Как в одну сторону Так и в другую Иностранные валюты Исходя из корректировки Анонсированным Минфеном России Объема операции В рамках бюджетного правила На величину продаж Смотрите Важно На величину продаж В размере 84 миллиарда рублей в день Говорится в сообщении ЦБ Напоминаю Еще раз Что Конкретно В прошлом периоде Вот который у нас Сейчас подходит К концу Там 24 июля По моему Он заканчивается 8,1 миллиард рублей Был на продаже Вот это важно Банк России С 9 января 24 года Проводит операции На внутреннем валютном рынке Связанные с пополнением И использованием Средств фонда Национального благосостояния Ежедневный объем Операций Во втором полугодии 24 года Будет определяться Исходя из анонсируемых Минфином России На третий Рабочий день Каждого месяца Объемов покупки Или продажи Иностранной валюты Скорректированных На сольдированную величину Про что я вам говорил Обратите внимание Третий Рабочий день Каждого месяца Как я вам сказал 3-5 числа У нас выходят Данные по И собственно говоря Валютным интервенциям И вот тогда Должен объявить Минфин И тогда будет понятно Какие будут данные Собственно говоря По продажам ЦБ Но в целом Мы получили сигнал Что есть Вероятность Увеличения Объема Именно продаж А это Господа Укрепление рубля Как я вам и говорил Что Могут сдерживать Курс Не выше 90 По курсу Доллар Рубля Что в принципе Сейчас и становится Вполне Уже вот из этих Заявлений Вероятно Причина Как я уже сказал Во-первых Курсы могут сдерживать Инфляцию Во-вторых Так как все-таки Доллар с большой Вероятностью Будет расти Вот Противодействие Со стороны ЦБ И Минфина Будет скорее всего В рамках Вот этих интервенций Поэтому Что получается У нас По прогнозу Как я уже сказал С большой вероятностью Укрепление рубля Будет проходить Как базовый сценарий Ослабление Не выше 90 Да То есть я пока Это вижу все равно так И наши уровни Соответственно Все пока Идеально отрабатывают Но вот Укрепление Тоже не будет Там направлено Сразу Там на 72 74 С пробоем 82 Вот в этом Я тоже пока Уверен Но опять же Гарантировать не буду Потому что тут Как бы Вариации могут быть Всякие Тем более Вы сами Только что видели Что они там Будут корректировать Его в следующем месяце Когда как говорится Будут оглашены Валютные интервенции В зависимости от того Что будет делать Минфин Какие будут заявления Также нельзя Как говорится Забывать о том Что если они будут Проводить каждый раз Аукционы ОФЗ Да По плану Не будут их отменять То это тоже будет Укреплять рубль В эти моменты Вот смотрите Что происходило Сейчас с РГБ Да То есть вот сейчас Распродажа пошла По доходности Не по доходности А по Облигациям ОФЗ Российской Федерации Да Вопрос соответственно Какая там будет Доходность Облигации И так далее Которую мы сейчас Не видим Нет у нас Нет у нас К ней доступа Так что Ситуация следующая Пока мы увидели Что попытки выйти За 87.50 Не дали Возможность Это сделать То есть мы Вначале вроде Закрывались Два дня подряд Да За 87.50 Потом нырнули Под 87.50 И в итоге Когда Как говорится Вчера мы восстановили 87.50 Мы опять ушли вниз Но Пока Не достигнув Даже 84 А я вам говорил Что дно считаю 84.82 Набрасываем туда Спред Связанный с Неофициальным курсом Те маржинальные Соответственно Как говорится Соотношения Которые могут быть С расширением спреда Так как все таки У нас Бывает расхождение Там по 2-3 рубля Да Например Официальный Неофициальный И вот это получается Где-то 80 Да То есть 82.80 Вот в этой зоне Это все равно Я считаю Пока дно На 72.74 Пока причин Ити нету Я так считаю Но опять же Все может поменяться На данный момент Следим Будет ли в итоге По официальному курсу Пробой 84 Если он начнет Происходить 84.30 Да То мы можем Пойти вот в эту зону 82 в итоге Да И как я уже говорил От 82 Вплоть там Не выше до 90 Но тут вопрос Теперь выхода За 87.50 А там могут Вообще Перестроиться И стать Не выпускать 85.50 А такое Тоже может быть Это все будет Зависеть от Соответственно Как будет действовать Сам индекс доллара То есть Насколько он будет Укрепляться или нет Да И соответственно Как будет действовать ЦБ Минфин В общем По прогнозу Картина пока Следующая Пока не пробит 84.30 Остаемся в зоне Все равно Ренджа И в сторону Ослабления Не выше 90 Но теперь Кстати Опять же Нам будет показать На 87.50 Пока 87.50 Не будет восстановлен Соответственно Ослабление В сторону 90 Не пойдет Если соответственно Не будет восстановлен 87.50 Наоборот Будем смотреть Что будет С большой вероятностью Укрепление Но не ниже 82.80 Да Но при том Если будет еще И удерживаться 84.30 То вообще Ренджевая динамика От 84.00 До 87.00 И вот так Грубо говоря В этом диапазоне Будут держать Курс На 90 Вообще Выходить Не будем Если 84 Начнут пробивать Уходим В зону 82 Но там С большой вероятностью 82.80 Локальное дно И соответственно Опять Ослабление Но там Допустим Не выше Того же Там 87.50 Пока Это все Только будет Формироваться Поэтому пока Говорить рано Первые заявления Мы со стороны ЦБ услышали Теперь Нас ждет Минфин Но здесь Соответственно Да Нас интересует Юань А Юань Господа Пробил 11.60 Пробил То есть Вот этот диапазон 11.80 11.60 Он сейчас прошивает Вот на Скажем так Том варианте Который сейчас Есть С точки зрения Биржевой Не биржевой Там Межбанковский И прочее Да Довольно легко То есть Вот этот спред У нас раньше Составлял Непосредственный Диапазон Когда был Курс Биржевой Сейчас его нет Поэтому мы видим Расширение Налицо Поэтому есть вероятность Что мы можем В итоге ходить Там в район 11.21.40 Вот в эту зону И вот ниже 11.20 Уходить По идее Не должны Как это было В свое время С 12.20 То есть Вот здесь 11.20 Будем наблюдать По идее Здесь соответственно Большего укрепления Быть не должно И смотрите Для того Чтобы пойти На ослабление Во-первых А Восстановление 11.80 Ну и это Не показатель 12.15 12.20 Вот пока Эта зона Не будет Обратно Восстановлена Не будет Пробита Никакого Ослабления Прямолинейно Уже Не будет А дальше Соответственно Диапазон Не выше 12.45 То есть По юаню Мы можем Допустим Достигать 12.45 Но не Выходить За него И соответственно Опять Отправляться Потом На укрепление Так что Будем Здесь тоже Наблюдать Пока 12.15 20.20 Не восстановлен Никакого Ослабления Не будет Пока Не восстановлен 11.80 Никакого Ослабления Не будет Но вот Пока Не пробит 11.20 Не будет Никакого Более Глубокого Укрепления Ну и Соответственно По евро К рублю Здесь Обратите Внимание Показательно Четко До вот этого Диапазона 97.7 Все Здесь пока Пробоя Не следует Хотя Мы видели Что здесь Мы уходили Вплоть до 89 То есть Где вот 88 А 84 У нас Есть уровень Да Здесь Та же Картина Здесь Соответственно Надо ждать Выход За 97.50 Только Тогда Можно Будет Говорить О том Что Можем Ослабляться В районе 99.44 Если 97.50 Пробит Не будет Более Того Если Он Не вернется К 95.15 95.40 Где На самом деле Это не фундаментальные Уровни Это официальный курс Был Откуда Мы потом Вот отсюда Пошли На укрепление И вот Уходили Тогда Два дня Да Вот эту Зону Пока Мы не Восстановим Ни о каком Ослаблении Речи Не идет Если Соответственно Начнем Пробивать 90.77 И уходить В район 89 Но тут Также Можно накинуть Вот этот Спред Там Грубо говоря Включая Там 87 Да А вот Это все Это зона Последнего Грубо говоря С большой Вероятностью Укрепление Откуда Опять Начнется Ослабление То есть Это Некий Такой Нижний Уровень Диапазона Для Соответственно Как говорится Окончание Укрепления И там С большой Вероятностью Начнется Опять Ослабление Но Еще раз Говорю Делать Выводы Пока Рано Картина Она Пока Только Формируется Есть Уже Определенные У нас Сигналы Есть Определенные Четко Отработанные Фундаментальные Уровни Еще со Официальный Курс Практически Совпал С тем Что показывал Тот же Инвестинг На Форексе Грубо говоря Поэтому В принципе Есть На что Ориентироваться И пока Все работает Четко И я вам Сказал Эта неделя На укрепление Под конец Недели Уже То есть 28 Пик Скорее Всего Уже Сильного Укрепления Не будет Тем более Динамика Доллара Может в итоге Перейти Опять К росту И тогда Соответственно Рубль Начнет Ослабляться Я думаю Все вот Эти Выплаты НДПИ Сейчас Закончились Но опять же Как говорится Гадать на кофейной гуще Не будем Мы же все таки Не художники И соответственно Посмотрим Как мы будем Закрывать Этот месяц И какие Выйдут данные По валютным Интервенциям Которые будут Как я уже говорил 3-5 числа Господа Вот такая Картина Локально Можем еще Немного Укрепляться Но в целом Я думаю Пик уже Укрепление Достигнут Я думаю Все таки Ниже Мы пока Скорее всего До конца месяца Не пойдем Посмотрим Пока гарантировать Естественно Это не буду На этом Господа Напоминаю Те кто интересуется Не только курсом Доллар Рубля А вообще Финансовыми рынками Подписывайтесь На наш телеграм канал Трейдер Клаб Анализ акций Ссылочка Непосредственно На канал Находится В описании Любого видео Что шорст Что полноформатного Поэтому всегда найдете Как я уже говорил Вся самая Неймагнейшая Информация У нас всегда В телеграм канале Присутствует Она безусловно Дает понимание Что вообще В принципе Происходит на рынках Соответственно Как они могут На что отразиться На ситуацию С курсом С рынками в целом Поэтому за этим Мы все внимательно Очень следим Соответственно Как говорится Скидываем все время В канал Даем аналитические Как говорится Пояснения Поэтому Как говорится Если не хотите Ничего пропустить Понимать Как и что На что может повлиять И так далее То подписывайтесь На канал Вам не придется Там искать И самому Додумывать Как в любых Телеграм каналах Новостников Или там Инвесторов Которые По сути Кидают информацию Но особой Там аналитики Вы не найдете Либо просто Копипастили И перекинули Либо делают Какие то выводы Но они зачастую Иногда такие странные Теперь смотрите Значит соответственно Есть у нас Прямой эфир Который тоже Проходит В нашем Телеграм канале На другом Ютуб канале Туда вы можете Соответственно По ссылочке Попасть через Телеграм канал Присоединиться Стать участником Задавать вопросы Участвовать в дискуссиях И так далее Прямые эфиры Идут прям каждый день Кроме выходных И разбираем Очень подробно Всю ситуацию На рынках И все Что на них Может влиять Также напоминаю Что у нас Есть услуга Персонального сопровождения Выглядит она Непосредственно У нас Вот таким Вот постом Этот пост Выходит каждый день Иногда бывает Пропускаем Но в целом Как бы каждый день Он там присутствует Это онлайн сопровождение Всех ваших сделок Онлайн Как говорится Поддержка Обучение Консультации Все что угодно Все что вас интересует Ну вы зайдете Можете Прочитать Что входит в эту услугу И перейти Непосредственно Подать заявку Вам Все разъяснят Также есть у нас Живой чат В нем соответственно Находятся такие же Живые подписчики Как и вы Соответственно Также участвуют В дискуссиях В вопросах Каких-то Свои прогнозы Дает аналитику Поэтому Тоже живое сообщество Я думаю Вам будет тоже полезно Также смотрите Так как мы сегодня Успели еще посмотреть Биткоин Посмотрим Так Ну что у нас тут Вот смотрите По биткоину Как я и говорил Удержание пока 60 тысяч 60 тысяч 800 Да Расти ему не на чем Как я также предупреждал Соответственно Обоснованная цена Холдинга Может быть достигнута 65 тысяч Возможно там После выступления Бидона С Трампом Может быть еще как-то Может быть какая-то Будет положительная динамика Но в целом Еще раз говорю Пустышка Абсолютная Вырастет только на Как говорится Торговле биткоином Когда ее там подтвердят Да Может удерживать Попытаться 65 Не удержишь 60 Собственно говоря Пойдет обвал На 50 тысяч Здесь пока держат Те кто на холодных Кошельках Его собственно говоря Держат Вот такая в принципе Картина С американским рынком Я вам тоже уже рассказал Что там абсолютная Пустышка По большому счету Просто банально Кстати вот видите Даже на этом На Трейдинг Ю Тоже совпало 85 Официальный курс То есть практически Прямо С минимальным расхождением Что в инвестинге Что собственно говоря На трейдинге Да Вот поэтому В принципе Как я уже говорил Американский рынок Абсолютно искусственно Задран В любой момент Может начаться коррекция Вот это все Непосредственно Вся статистика Показывает Что в Америке В США Ничего хорошего На самом деле В экономике то нету Наоборот Она естественно Замедляется Вопрос как верить Этим данным Это уже вопрос второй Потому что Американцы естественно Под всем мухлюют Всегда Вот Но мы Несмотря на это Естественно За этим всем Внимательно следим Поэтому каждый день Будем снимать Естественно Все эти обзоры По ситуации С валютой рынком В целом У нас обычно Другой ютуб канал Но здесь Естественно Все это все равно Пересекается Вот Поэтому Все вот эти Наши календари Как я уже Сказал Вот смотрите Еще раз напоминаю Смотрите Видите Четкое совпадение Что происходит С индексом долларом Тут тут же Отражается на юане Вот например На вечном фьючерсе Но не забывайте Он расчетный Он расчетный Он не является Поставочным Поэтому здесь В принципе Это чистой воды Как говорится Прогнозы Что там может быть Но в целом Мы видим Динамика Однозначно Практически Как говорится Полностью Совпадает И это Как я уже сказал Нам подтверждает Тот факт Что все таки Воздействие На непосредственно На курс рубля Самого индекса доллара Сейчас имеет Большое значение Больше даже Чем когда был Биржевый курс Поэтому Естественно Мы за этим Тоже внимательно следим Каждый день Разбираем Смотрим Какие события Были Какие были Как говорится Ожидания Какую статистику И так далее Как она могла повлиять Каждый день Снимая такие Видеоролики Двигаемся К пятнице Вот завтра Будем подводить С вами В пятницу Итоги Вот по этой Все портянке Событий Которая Которая О чем двигается Куда Куда Двигается Есть ли Основания Вот я Например Смотрю На Там Например На американский Тот же рынок И я понимаю Вот здесь Мне не надо Гадать Что тут Консолидация Проторговка Или еще Что-то Да Как там Называть Это может Как угодно Я знаю Что здесь Происходит Здесь Конкретно Ждут Во-первых Дебаты Во-вторых Дальнейшую Статистику По американской Экономике Впереди Отчетный Период Поэтому Тоже Рынок держит И я понимаю Как с золотом Да Вот я вам говорил Что ниже 2.320 Мы не уйдем 2.330 Да То есть Если в моменте Даже будем проваливаться Я вас предупреждал Все равно будем восстанавливать Да Никакого креческого шорта Да Вот обратите внимание Он же там все Шортом своим ждет А он еще тогда Вот там Шортил это все Да И вот это все Кто с ним там Торгует Они все вот это Вот в убытке у них Да И здесь соответственно Они даже не могут выйти Потому что Их и дальше потащат И будет дальше Шортовские Шорты И все эти креческие Разрывать Да У Биржевика Точно такая же картина Он там тоже Только художник Больше ничего Поэтому он влипает Там регулярно Постоянно А мы то знаем Мы знаем На чем все это держится Мы знаем Чего ждет цена И поэтому соответственно Можем даже заглядывать Немного в будущее Понимая что происходит Да Зная что на что влияет Каким образом отражается И так далее А техники нет Они будут ждать Достигнет там Какой то там Отметки По фибо уровню Или не достигнет Или наоборот Пойдет в другую сторону И соответственно Они там будут ждать Что от этой коррекции Куда то там будет Вот этой хренью Они занимаются Да А мы то четко понимаем На что Почему Почему держится Такой уровень Какое время Он будет держаться Да Что на это может Повлиять Поэтому здесь В календарях У нас все это есть И мы соответственно Понимая Какой сформируется Сейчас тренд На этой неделе Уже знаем Куда пойдет Доллар Куда пойдет Американский рынок Да И мы впереди Рисуночек Очередную С рынками Уже будем знать Какой тренд Сформировался На предыдущей неделе Да И плюс События За субботу Воскресенье То есть Во первых Вот там Мы получим Уже дебаты Байдена Получим данные По инфляции За субботу Воскресенье Посмотрим Что там будет Происходить Например В зоне СВО Или на Ближнем Востоке Мы видим Как американцы Обкакались Да Они уже там И с Белоусовым Пообщались Сразу Да Вышли на прямую связь Потому что поняли Когда им сказали Что во первых А вы виноваты И Б Мы вам вломим Вломим Вопрос только Когда Где и как И тут же Остин Со своей больной простатой Тут же поскакал Быстренько выяснять А где же мы вломим Да Глобал Хавк Сразу перестал В черном море летать Потому что Понимали прекрасно Что это ближайшая Первая цель А стоит он до хренища И собственно говоря Это только еще раз Только Все это начало Все это только начало Поэтому за субботу Воскресенье Тоже можно ждать Определенных событий Мы не забываем По 404 Еще ответка не прилетела Там кое-какие удары Наносятся Но это все не то Впереди будет Основной удар И естественно По Как говорится Мы видим У хуситов В пещерах появились Гиперзвуковые ракеты Просто красавчики Хуситы я считаю Вообще Самая развитая раса Они просто буквально За месяц Могут сделать то Что США Они могут сделать За десятилетия И это тоже Имеет огромное значение Так что ждем Соответственно Где и когда И куда ударят Поэтому за субботу Воскресенье Можем ждать Черных лебедей Со всех сторон И это соответственно Как правило В субботу Воскресенье Почему мы обязательно Тоже внимательно следим Потому что В выходные Когда не идет Работа Основных торговых сессий Часто происходят события Которые могут Оказать сильное влияние На ситуацию С рынком На следующую неделю И естественно Мы это все Обязательно Складываем Пятница То что данные За прошлую неделю Суббота Воскресенье Что произошло За выходные И на воскресенье Смотрим новый календарь Зная о том Какие будут события На предстоящей неделе И вот тогда Господа Мы максимально Стараемся приблизиться Реально Наших прогнозов По курсу Доллар-рубля Несмотря на то Что сейчас Это делать Крайне сложно И в принципе Механизм Совершенно сейчас Поменялся Но мы Адаптируемся Поэтому Если вы хотите Собственно говоря Во всем этом Разбираться Понимать Что на что Влияет Каким образом Воздействует К чему приводит А к чему Не приводит На что Может влиять На что нет А не просто Смотреть на рисовальщиков Художников Которые тупо Чертят И пытаются Что-то там Гадать на кофейной гуще Следите за нами Подписывайтесь И будьте в курсе Ждем выступления Клоуна в памперсах С отмороженным мозгом И блестящего Оратора Трампа